Добрый день! С вами программа «Деловые люди». Сегодня мы узнаем, как молодые стартаперы развивают свои интернет-проекты. Если еще в 99-м году интернет был просто серой мышью, то сейчас это кит, а может шар, который может лопнуть. У нас в гостях Павел Манович, основатель компании «Марва» и Юрий Губанов, основатель «Белка Софт». Ребята, расскажите, пожалуйста, про ваши стартапы. Как они начались и в чем суть? Здравствуйте. Ну, мой стартап начался где-то в бытность мою еще аспирантом университета, СПБГУ, Матмех. Я работал еще программистом, как наемный работник. И мне всегда хотелось чего-то большего, как-то реализовать свой потенциал, разбогатеть, в конце концов. И я начал пытаться сделать что-то на рынке shareware, то есть условно-бесплатного программного обеспечения. И в какой-то момент я понял, что программы, которые я пишу, пользуются популярностью на некотором рынке интересном, о котором я тогда еще не знал. Я начал развивать свой софт в направлении этого рынка. Может быть, мы сегодня еще о нем поговорим. И в конце концов развил до такой степени, что смог уволиться с наемной работы и стать владельцем своей компании. А в чем суть? Суть компании и того, что мы делаем, это так называемая компьютерная криминалистика. Мы пишем софт для помощи экспертам-криминалистам, которые занимаются расследованием компьютерных инцидентов. То есть если что-то нехорошее произошло с использованием компьютера, и нужно понять, что произошло, кем это сделано, и доказать это возможно в суде, то эксперты-криминалисты должны собрать доказательства с какого-то компьютерного носителя. Юрий, то есть ваша программа — это некий вирус? Нет, это не вирус. Это аналитическое программное обеспечение, которое умеет находить на компьютере следы какой-то нелегальной активности. Ею пользуются эксперты, криминалисты, полицейские, которые имеют право на исследование вашего компьютера. То есть они делают это полностью легально в рамках их закона. А где, куда вы продаете свою компанию? Ну, компанию я еще пока не продаю, мы продаем программное обеспечение. И продается оно по всему миру, от российского ФСБ до американского ФБР. То есть они уже купили? Да. Интересно. Павел? Сначала мы делали некоторые заказы под ключ. Ну, то есть там вот начинает веб-сайт и заканчивает какой-нибудь автоматизированной системой для мобильных операторов. Ну, мне вот эта работа от заказа к заказу казалась не очень, недостаточно легко масштабируемой. То есть бизнес на основе каких-то заказов, его нужно тогда, получается, растить в сторону увеличения этих заказов. То есть либо количество заказов увеличивать, да, делать много маленьких, либо увеличивать качество заказов. Но тогда получается, что компания, она завязана на заказчика, на какого-то конкретного. Я решил разработать сервис, который являлся бы типовым решением и был бы полезен большому количеству организаций. Вот таким образом началась разработка. А чем занимается Marva? Marva – это система онлайн-консультаций. Это такая система, которая позволяет на любом сайте развернуть возможности отслеживания всех посетителей в реальном времени и вступления с ними в диалог. Это, например, нужно для активных продаж или для того, чтобы подключить колл-центр к сайту. И посетителям не обязательно нужно звонить по телефону. То есть они могут просто зайти на сайт и через сайт пообщаться с помощью чата или аудио-видеосвязи с различными отделами компании. А на чем вы зарабатываете? Ну, это абонентский сервис, как за телефон. И как много людей уже вступило? Ну, это около тысячи организаций в настоящее время. Использует сервис. А кто, например? Ну, например, Росгострах использует, Ренессанс Страхования, Банк Траст использует. Ну, еще много всяких разных компаний. А какие-то первоначально капитал был вложен в этот проект? Ну, первоначально, безусловно, нужно было вкладывать в разработку. Но это были наши разработчики, которые были заняты и в других заказах тоже. Мне всегда интересно, где молодые талантливые люди берут первый капитал. То есть, из карманов? Или у вас есть инвесторы какие-то? Ну, первый капитал обычно – это свое собственное время. Что касается меня, то я сначала работал над проектом один. Это было вечерами, ночами иногда, после того, как я возвращался со своей, так сказать, обычной работы. В некотором смысле это был мой начальный капитал. То есть, я до сих пор не беру никаких инвестиций. Я развиваюсь сам. То, что называется bootstrapping – это выбор каждого предпринимателя. Брать ли инвестиции и пытаться развиться в 10 раз быстрее, чем он развивается сейчас. И отдавать часть компании за это. Либо пытаться развиваться на том, что он зарабатывает в данный момент. Российские компании общаются с вами? Ну, какого сорта вы имеете в виду? Госслужбы. Как покупатели или как инвесторы? Оба варианта, да. Ну, как покупатели российский рынок недавно, так сказать, проснулся ото сна. И у нас появились первые солидные покупатели в России. Но изначально все-таки мы ориентировались за рубеж, где сфера, в которой мы работаем, гораздо более развита. Это Германия, Соединенные Штаты Америки, Англия и прочее. Что касается инвестиций, ну, никто не придет, никакой дядя не придет с мешком денег и не скажет, вот тебе миллион долларов и давай ты будешь развиваться дальше. Это процесс весьма отдельный, за которым нужно, который нужно отдельно проводить. То есть вы должны куда-то ездить, проводить презентации, навязывать себя. Я знаю, есть экономический, да, какой-то такой тур, называется Startup Point, который проходит как в Москве, так и в Петербурге. Ну да, это так называемые стартаперские тусовки, куда приходят молодые люди, а также те, кто заинтересован в них вложиться и друг с другом знакомиться. Надо сказать, что в России, мне кажется, это еще не очень сильно развито. Я был полгода назад в Калифорнии, в Силиконовой долине, и я имел счастье наблюдать, как это поставлено там. Там каждый день какая-то тусовка стартаперская или же технологическая, или же выступает какой-нибудь венчурный капиталист, который презентует себя, свой фонд и просто делится знаниями. И на все две недели, что я там был, мы каждый день куда-то ходили. Это был такой дух непередаваемый. То есть там все этим пронизано. У нас, насколько я знаю, это раз в месяц или раз в две недели, то есть пока мы еще немножко отстаем. Как раз в Силиконовой долине все и началось, да, что новые стартаперы, молодые предприниматели в лифте общались как раз уже с шишками американскими, где за две минуты пытались рассказать о своем проекте. Если им нравился проект, спонсировали. Ну да, то, что называется elevator pitch, когда вы должны за 30 секунд или за две минуты, в зависимости от высоты здания, успеть рассказать и заинтересовать, чтобы вам дали 100 тысяч долларов без каких-то серьезных условий. А когда вы стали организовывать вот этот проект Белка Софт? Впервые? Сколько лет назад? Сайт был зарегистрирован в 2002 году. Времень достаточно много прошло. Но на самом деле мы пытались заниматься разными вещами и в разных конфигурациях. В том смысле, что я пытался найти партнеров, таких же программистов, как и я. У нас было то трое, то четверо, то двое, то потом я один. Но реально что-то стало получаться несколько лет назад, где-то, наверное, года три назад. И у вас есть заработок? Ну, конечно, как же иначе. Иначе я не смог бы уволиться с работы. И что увидите в дальнейшем? В дальнейшем, как всегда, есть два варианта. Либо вы счастливы с тем, чем вы занимаетесь сейчас, сколько заработка у вас сейчас есть, развиваетесь планомерно. Либо пытаетесь готовить компанию к продаже. И если есть покупатель, то когда-нибудь вы выйдете и станете миллионером. Паша, расскажите, пожалуйста, а конкуренты есть на рынке? Ну, конкуренты, конечно, безусловно, есть всегда. И как вы боретесь? Ну, мы стараемся объединяться с конкурентами в тех вопросах, которых мы друг другу можем как-то дополнить. Бывает такое, что, например, моя компания еще на старте объединилась с коллективом, который занимался похожей разработкой, но они еще не успели ее завершить. А у нас уже был некий прототип такой. И какое-то время встречались, пообщались друг с другом, и со временем появился общий коллектив из этого. Прошло уже несколько лет, я думаю, что возможно еще и дальнейшее объединение с похожими компаниями. Я слышала, что есть несколько бизнесменов в Петербурге, которые думают о покупке марвы. Ну, это скорее может быть в Москве даже, а не в Петербурге. Но такие разговоры, конечно, идут. И я вообще считаю, что это замечательно, когда компания в любой момент времени имеет какую-то стоимость и какую-то, так скажем, публичную оценку, когда ты понимаешь, за сколько можно ее продать, сколько она вообще стоит. Хорошо. А сегодня у вас есть инвесторы? Инвесторы, которые в настоящий момент инвестируют? Нет, у нас инвесторов нет, потому что у нас компания, она находится на самоокупаемости, даже прибыль приносит. Какие-то другие проекты существуют? Ну, да, я запустил несколько проектов в интернете. Потому что марву мы создавали в 2007 году, появилась идея вообще это сделать. Для того года это была действительно актуальная идея, да, и этот рынок сейчас растет, развивается. Есть уверенность и ощущение, что это будет продолжаться еще годы. Но в то же время сейчас появились и дополнительные возможности, ну, еще возможности, да, на рынке запустить новые продукты. На сегодняшний день актуальные, и эти рынки только формируются. Интересно. Какие? Вот не хотелось бы рассказывать. А жаль. А у вас, Юрий, какие-то другие проекты есть, или только вот Белка Софт, которая пока за границей? Ну, не совсем корректно говорить, что она за границей. Все-таки это российская компания. Она российская? Ну, просто даже сайт сделан только на английском, что мне понравилось, кстати. Это связано с тем, что российский рынок был очень невелик какое-то время назад. Но сейчас сайт переводится, и будет скоро и русская версия. На данный момент других проектов нет, потому что мы сейчас активно развиваемся. И все мое время, и все время моих ребят исключительно посвящено этому проекту. Идей гораздо больше, как всегда, чем рук. Поэтому приходится иногда работать больше, чем я работал раньше на наемной работе. А где вы берете эти руки? Это сложный вопрос. Вернее, сложно его решить. К сожалению, профессия программиста сейчас становится очень востребованной. Даже сказать, она уже стала очень востребованной несколько лет, как и рынок перегрет. Найти хорошие кадры сложно. Один из хороших источников, хороших кадров – это университет. В частности, я являюсь преподавателем университета и сам пытаюсь воспитывать достойную смену ввиду несколько курсов по программированию и связанным тематикам. Сколько человек работает в ваших фирмах? В зависимости от того, что считать работает, в районе 10 человек. Потому что иногда бывают стажеры, которые приходят и уходят. Но так около 10. Павел? У нас компания состоит из нескольких подразделений. То есть, в общей сложности порядка 30 человек занято. Есть, например, на Украине подразделения, которые занимаются продажами. Но это даже, можно так сказать, как партнер. То есть, мы вообще продаем как напрямую наши товары, так и через партнерские организации. Это могут быть организации, которые занимаются и другими тоже IT-услугами, так скажем. Вот, услугами в IT-секторе. Или это могут быть компании, которые созданы специально для продаж нашего продукта. Вот, если посчитать, вот, компании, которые специализируются именно на продажах и разработке и сопровождении нашего продукта, я думаю, где-то 30 человек будет. А не является ли интернет воздухом, да? В который люди что-то вкладывают, по-моему, какие-то идеи. Но у них у всех все складно получается. Насколько велика вероятность вообще как-то выбиться и выделиться? Я думаю, что тут вопрос в настойчивости, скорее всего. То есть, если просто попытаться что-то сделать в интернете, не понимая, почему именно интернет, то я думаю, что шансы что-то в нем сделать и заработать денег, или даже создать компанию, из которой можно было бы выйти продать, они очень невелики. А если человек осознанно на это идет и понимает, к чему он хочет прийти, то вопрос просто, наверное, времени. То есть, могут быть какие-то неудачи. Вообще, я вот читал такое исследование, что наиболее успешные стартапы – это те стартапы, которые меняют свое направление в процессе развития. Вы меняли свое направление? Ну, вот сложно сказать. Но, с одной стороны, да, потому что мы там сначала более сложными продуктами занимались, типа вот этих виртуальных офисов, в которых можно походить и посмотреть, например, на ресторан или на офис, и это с визуализацией с ней, которые перешли на более простой и типовой продукт. С другой стороны, в рамках простого и типового продукта мы не меняли направление. Ну, потому что там есть такое мнение, что мы достаточно удачно сейчас вписались в рынок и развиваемся, и вместе с рынком, и рынок заполняем свою долю, а не мы влечем. Ну, мне кажется, что тут не очень важно, что это интернет или не интернет. Все-таки главное – это какая-то идея, а интернет – это способ продвижения своей идеи. Можно быть так же неудачным и открыв ларек, если он открыт в неудачном месте. Поэтому, если говорить, скажем, о совете каким-то молодым начинающим стартаперам, нужно искать хорошую идею, нужно пробовать, нужно пытаться делать это быстро. Я имею в виду, что не нужно тратить три года на идею, которая не показала интереса пользователей через месяц, два-три вашей работы. Если говорить про мой опыт, то я не раз менял, как говорил коллега, не раз менял направление, и только где-то в четвертой попытке нашел нишу, которая оказалась для меня успешной. Поэтому нужно не бояться менять свое направление и искать, искать, искать. Если у вас есть цель, вы ее добьетесь, если вы к ней идете целенаправленно и твердо. Спасибо, Юрий. Спасибо, Павел, что пришли сегодня в студию. С вами были деловые люди. Спасибо. Спасибо.